По прогнозам синоптиков, уже сегодня ночью ожидаются обильные осадки на побережье и в горной зоне, в том числе и на Красной Поляне. Повлияет на погоду прохождение холодного фронта. Осадки будут идти в виде дождя, только к утру на Красной Поляне он может перейти в снег. В том же горном кластере из-за переувлажнения грунта могут сойти селевые потоки. В Сочи ожидается прохождение холодного фронта и связанные с ним осадки. Причем осадки будут идти достаточно интенсивные. В течение всей ночи мы ожидаем большое количество выпадений осадков категории НЯ, но тем не менее значительное количество осадков, причем по всей территории практически города Сочи. В связи с этим ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках, причем местами достигающие неблагоприятных отметок. На селекторном совещании присутствовали главы всех районов Сочи, представители муниципальных управлений и городских служб. Все они находятся в режиме полной готовности. Работы по предупреждению коммунальных аварий уже ведутся. Рабочие расчищают ливневки и канализационные стоки. Особое внимание уделили рекам. Все они находятся под постоянным контролем городских служб. На всех сочинских водоемах установлены специальные датчики. Они просигнализируют об опасном повышении уровня воды. Работы ведутся и в руслах рек Кепша и Западный Дагомыс, которые известны своим капризным характером. Техника у нас есть, возможности у нас есть. Все те мероприятия, которые мы наметили, они должны быть неукоснительно выполнены. Я прослежу за этим. Поэтому беспокойства у нас не должно быть, но при условии в том, что все выполнят все решения КЧС. Что касается наших жителей, то они должны знать, что администрация города постоянно занимается этим вопросом и примет все меры к тому, чтобы безопасность их была обеспечена. Несмотря на то, что все службы находятся в режиме повышенной готовности, руководство города просит жителей быть бдительными и прислушиваться к сообщениям Управления гражданской обороны. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ